И за рубежом проголосовали около 7,5 тысяч казахстанцев. Больше половины от всего числа зарегистрированных избирателей. Это были данные на 19.00 по времени Астаны. Они пока не обновлялись. Напомню, в 53 иностранных государствах открыли 68 участков. В Европе, в Африке, а также в Северной и Южной Америке они сейчас продолжают работу. Подробнее о том, как голосуют за рубежом, расскажет наш международный обозреватель Вероника Боярова. Уже завершили свою работу участки на азиатском пространстве. Среди них те, что расположены в Китае, Корее, Японии, Индии, Пакистане, Малайзии и Таиланде. Процесс также закончен в Баку и Тбилиси, а вот в Штатах он только стартовал. Голосование продлится до утра по нашему времени. Разница между Астаной и Вашингтоном – 11 часов. Я проголосовала. Чтобы добраться сюда, пришлось 7 часов ехать на поезде. Но это мой гражданский долг. В Европе участки продолжают работу. Во Франции почти половина голосующих оказалась туристами. Избирательный участок один – в Париже. В Германии с 7 утра работают три избирательных пункта. Отдать свой голос за одного из шести кандидатов казахстанцы могут в посольстве в Берлине, а также в зданиях генеральных консульств во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Всего, по данным избирательной комиссии, для участия в выборах предварительно зарегистрировались больше 300 человек. Я студент, учусь здесь в Берлине, параллельно работаю в сфере IT. Я пришел сюда на выборы, потому что считаю, что у каждого молодого гражданина Казахстана должна быть своя четкая позиция. Сегодня пришел с достаточно определенной целью – проголосовать за кандидата. Я приехала из другой федеральной земли, ЗАГСа на Анхальд, в специальном Берлин. Примерно два часа сюда ехать. Я учусь в Киотане, я студентка. И я решила сегодня прийти, потому что мне недавно 18 лет исполнилось, и я считаю, что это важно – голосовать. В Румынии, где тоже пока продолжается голосование, избирателей угощали традиционными казахскими блюдами. Там, отмечу, зарегистрировано 130 избирателей. За выборами наблюдает представитель от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Тем временем, до закрытия голосования в Москве и Минске остаются считанные минуты. Вероника Боярова, Хабар, 24.